Коллеги, мы открываем нашу дискуссию относительно лечения самой сложной ситуации в меланоме, это метастатическое поражение головного мозга. Пожалуйста, презентацию включите, пожалуйста. Итак, если говорить о том, как часто вообще это встречается, то, в общем-то, это довольно-таки частое событие. Если брать различные регистры, то до 50% пациентов с меланомой доживают до своих метастазов в головном мозге. В нашем регистре их оказалось не так много, но тоже достаточно существенная доля. Если же мы говорим про клинические исследования, то минимальное количество пациентов с метастазами в головном мозге попало в клинические исследования. Таким образом, мы плохо знаем, как экстраполировать данные клинические исследования на крупные ключевые исследования, где изучалась современная терапия. Тем не менее, есть ряд специализированных исследований, но большинство из них достаточно маленького размера. Но несмотря на все это, за последнее время произошло резкое увеличение продолжительности жизни пациентов с меланомой, с метастазами в головном мозге. Как говорит нам вот этот метаанализ, после 2015 года мы видим значимое увеличение продолжительности жизни пациентов. Пациенты действительно живут дольше, и эта кривая не просто сдвинулась вправо, она еще и поднялась. Поэтому у нас есть несколько, на самом деле, таких ключевых сценариев, которые мы обсуждаем. Это олигометастатическое прогрессирование в головном мозге после первичного проведенного лечения, то есть на фоне полного благополучия. Это появление множественных разнокалиберных очагов в головном мозге и прогрессирование на фоне системной таргетной терапии. Поэтому, когда мы сейчас обсудим все вот эти сценарии, мы хотели бы поднять следующие вопросы для обсуждения. А есть ли радиорезистентность меланомы, именно когда мы говорим применительно к головному мозгу? Что делать, когда у нас метастазы кистозные? Какие особенности лучевой терапии здесь могут быть? Что делать с лекарственной терапией? Потому что мы понимаем, что основу лечения составляет комплексная терапия. Мы это уже не обсуждаем, это и так понятно. Но как нам правильно составить вот этот вот комплекс? И сразу нам включать лекарственную терапию до, после, во время? И вообще, нужна ли лучевая терапия, если у нас маленький очаг? Мы все боимся очагов в головном мозге. Но мы можем случайно при МРТ просто найти очаг в 2 мм, который бессимптомный, который мы бы не выявили, если бы не сделали исследование. Пожалуйста, Ванг Санч. У нас немножко в формате, у нас дискуссия трех специалистов, химиотерапевта, нейрохирурга и лучевого терапевта. И мы немножко разберем текущее представление, по крайней мере, как минимум наше, у лечения данных ГОРД-пациентов в рамках вот этих вот трех сценариев. И из первых сценариев – это олигометистическое прогрессирование в головном мозге после первичного лечения, что на самом деле с точки зрения онкологической вопроса терминологически есть еще, помимо всего, что считать олигометистическим прогрессированием. Это то ли небольшое количество метастазов, то ли это возможность полностью убрать все очаги, которые есть у нас в наличии. И с точки зрения нейрохирурга хотелось бы немножко рассказать о том, что мы можем и на самом деле, когда это нужно. Если взять текущие и клинические рекомендации, и представление о том, какому локальному методу воздействию должен быть подвергнут пациент, то у нас есть такой классический квадрат наличия симптомов или отсутствия симптомов и размер очага, поскольку объем ткани, который необходимо обучать, имеет большое значение. И на наш взгляд, на самом деле, хирургическому воздействию следует подвергать пациентов, у которых очаги больше, чем 2,5 см, либо если есть даже меньшего размера очаги, но его не вызывает яркую неврологическую симптоматику, которую определяет фактически клиническую картину пациента в наличии судорожного синдрома, эльгимпореза или окклюзии ликваропроводящих путей. И рано или поздно это все должно продолжиться или сопровождаться лекарственной терапией системной. Немножко из того, как нейрохирург, не могу не показать картинки. Поэтому пациенты, которые проводились лечения, это пациент тоже с поражением сетическим головного мозга, 2 очага, 2 узла, которые определяли его клиническую картину судорожного синдрома и апроксии в левых конечностях за счет очага в теменной доле. Данный пациент, это фактически, золотым стандартным будет его хирургическую долине, 2 небольших трепанации черепа, в лобной и в темной области, и очаги полностью удалены. Таким образом, мы разрешили проблему внутричерепных соотношений. И, соответственно, в данном случае пациенту, во-первых, стало клинически легче, во-вторых, мы создали условия для проведения последующих методов лечения. Поскольку нейрохирург, на мой взгляд, при метастатическом поражении головного мозга, будь то меланома или что-то другое, мы фактически исполняем волю онкологов, которые ведут в данном случае пациенты, как большой оркестр, где онколог является дирижером. А мы фактически только определяем показания, насколько критично сейчас поражение головного мозга для функционирования пациента на ближайший период времени. И в данном случае у этого пациента вполне себе эффективное и адекватное лечение, которое в последующем, опять же, должно сопровождаться локальной лучевой терапией, поскольку сама по себе консистенция метастазов меланомы и их характер роста не позволяет полностью радикально убрать все-все-все клеточки. Фактически, Р0-резекция в головном мозге, она довольно редко возможна, это, как правило, полюсные резекции. И в данном случае, на наш взгляд, адекватная лучевая терапия будет необходима в любом случае. Передаю слово Михаилу Марковичу о дальнейшем пути этих пациентов. Ну, конечно, если говорить о локальных методах воздействия на метастазы головного мозга, конечно, лучевая терапия здесь имеет достаточно важное значение. Но если посмотреть вообще на общую тенденцию в лечении метастазов головного мозга, то вот такой метод, как облучение всего объема головного мозга, при меланоме, к сожалению, достаточно малоэффективен. Значит, если мы видим, что медианную выживаемость у этих пациентов, ну вот за даже в последние годы, это все равно 4 месяца, и так она и была где-то с какими-то колебаниями, начиная с доисторического периода, то, конечно, учитывая побочные эффекты от этого метода воздействия, конечно, его использование при меланоме на данном этапе очень спорное, и, в общем-то, его оставляют либо как самую последнюю опцию при невозможности чего-либо другого, либо вообще не рекомендуют. Другое дело, это, конечно, стереотоксическая лучевая терапия, как уже было сказано, значит, это облучение либо однократное, что называется, радиохирургическим лечением, либо за какое-то ограниченное количество 3-5 фракций. И здесь, конечно, эффективность лечения выше. Как мы видим, значит, это где-то медианная выживаемость порядка уже 7 месяцев, а если говорить о более подних сроках, когда уже появляется эффект современной лекарственной терапии, даже и там 10-12 месяцев. Значит, ну вот если говорить о возможностях наших технических с точки зрения лучевой терапии, то у нас есть, грубо говоря, две разновидности аппарата. Это линейные ускорители, к которым также относится и кибернож, и гамма-нож, который является гамма-аппаратом. Какие преимущества гамма-ножа? Гамма-нож, ну это вот, как уже нам рассказали, это гамма-аппарат, фиксированный шлем, жесткая фиксация пациента, за счет этого достаточно высокая точность облучения, за счет того, что это относительно низкоэнергетическое излучение, большой перепад дозы от периферии очага к центру. Значит, здесь спорные, некоторые считают, что это плохо, адепты гамма-ножа, наоборот, считают, что это очень хорошо, большой пережог в центре, что это повышает эффективность. И то, и другое не доказано. Из положительного, значит, поскольку человек фиксируется жестко в стереотоксической раме, значит, у него в автоматическом режиме, может быть, облучено достаточно большое количество мелких метастазов без каких-то больших трудозатрат со стороны персонала, хотя длительность сеанса от этого, конечно, сильно возрастает. Негативное то, что жесткая фиксация, это значит, что фактически у нас отпадает возможность фракционированного облучения, то есть мы можем облучать только очаги относительно небольшого размера. Хотя в современных гамма-аппаратах уже пытаются встраивать методы неинвазивной фиксации, рентгеноконтроля, но это пока что еще у нас таких аппаратов нет. Значит, вторая разновидность – это линейные ускорители. Какое отличие? Значит, быстро подводится доза. У нас есть наш многолепестковый коллиматор, поэтому можем облучать очаги неправильной формы. У нас неинвазивная фиксация с рентгенским контролем, поэтому можем мы использовать фракционированное облучение, то, что называется уже стереотоксическая радиотерапия. Но в результате у нас возникают сложности в облучении большого количества метастазов. Опять-таки, тоже это относительно, потому что сейчас появляется новое программное обеспечение, которое позволяет облучить большое количество метастазов на линейном ускорителе. Но если вот так думать о том, куда направить пациента, на гамма-нож или на линейный ускоритель, значит, небольшое количество метастазов, особенно если один из них какой-то неправильной формы, линейный ускоритель, большое количество мелких метастазов, лучше гамма-нож. Если говорить о классических показаниях к радиохирургии, то есть однократному облучению, значит, это от 1 до 4 метастазов относительно небольшого размера и без масс-эффекта у пациентов хорошего общего статуса. Если метастаз чем крупнее, тем, значит, больше мы должны думать о том, чтобы отдать его на хирургам. Если у нас есть выраженный масс-эффект и наличие неврологической симптоматики, то, конечно, мы тоже должны подумать о том, чтобы нам на первом этапе обязательно помогли и вот эти острые проблемы были решены, после чего мы должны будем все равно заняться лучевой терапией. Но вот все не стоит на месте, все развивается. Последнее время показано, что облучение 4 метастазов, в общем-то, если мы проводим, если у нас есть техническая возможность облучить 10, то по показателям общей выживаемости они будут одинаковые. Почему бы нам не облучить 10? А сейчас, в общем-то, уже обсуждаются вопросы о 15, достаточно так широко, а опять-таки адепты облучают и 40, и 50 метастазов. по отдельности в головном мозге. Здесь уже только зависит от искусства и желания. Но вот так выглядит облучение множественных метастазов в головном мозге, спланированное. Если говорить об эффективности, ну, конечно, радиохирургическое лечение достаточно эффективно. Вот мы здесь видим регресс очагов, через 2 месяца был отек, был достаточно небольшой, но с хорошим таким отеком метастаз быстро растущий, значит, через 2 месяца остались только рентгенологические проявления небольшие. Но надо понимать, что чем больше метастазов мы берем, пациента с большим метастазом, тем больше вероятность того, что у него возникнут метастазы в других частях головного мозга. Если мы облучаем, скажем, 3 метастаза, у нас вероятность внутричерепного контроля к 60%. Если у нас метастазов больше, то здесь уже, к сожалению, идет речь о 30%. Поэтому тоже надо всегда соотносить наши возможности с тем, что есть у пациента. Если говорить о дозах облучения, то они напрямую зависят, безопасные дозы, которые мы можем подвести, от того, какой размер зоны облучения. Чем она больше, тем меньше. И, конечно, вероятность локального контроля, к сожалению, с уменьшением дозы снижается. Ничего мы с этим поделать не можем, но если мы повышаем дозу, то мы рискуем как раз получить радионекроз. Михаил Маркач, а все-таки мы облучаем, если не облучаем за несколько сеансов или несколько очагов, как правильнее, с Вашей точки зрения, помешает ли как-то системная лекарственная терапия, помешает ли она лучевой терапии, будет ли какое-то увеличение риска токсичности, например, как правильно сконцентрировать. Лучше все-таки начать, например, иммунотерапию, если мы сегодня слышали докрады про комбинированную иммунотерапию, например, для брав негативной меланомы, ввести одно введение комбинированной иммунотерапии, мы знаем, что ближайшие три месяца мы будем прикрыты, и передать радиохирургам. И можно ли это облучать, если у нас там 6-10 очагов, стоит ли облучать это одновременно или все-таки это растянуть на какой-то промежуток времени чередующийся с системной терапией? Как лучше? Там у нас будет дальше несколько сайдов на эту тему. Но вообще, если говорить о радиохирургическом лечении, чем оно привлекательнее по сравнению с фракционированной обычной лучевой терапией, оно занимает не так много времени. Если это облучение, скажем, даже на гамма-ноже 6 очагов, это все равно один сеанс. То есть пациент будет занят неделю этим, с учетом всей подготовки, планирования и так далее. Если это единичный метастаз, то тем более это можно сделать быстро. Что касается комбинации с таргетными препаратами, одновременное облучение, оно достаточно рискованно. Риск радионекроза, там тоже будет про это дальше пара слайдов, значит, там, к сожалению, риск радионекроза возрастает очень существенно. Что касается иммунотерапии, то объединение с иммунотерапией здесь более безопасно, значит, и даже за счет вот этих вот иммунологических реакций рекомендуется именно одновременная лучевая терапия с иммунотерапией, стереотоксическая, конечно. Но, опять-таки, когда это будет уже несколько иммунологических препаратов, здесь вопрос может стать более серьезным, что там возможна токсичность таких вот исследований не попадалось. К сожалению, вообще доказательная база в этой области ограничена вот именно нерандомизированными, часто ретроспективными исследованиями, поэтому здесь пока что окончательных ответов на эти вопросы нет. Ну вот относительно исследований, как раз хотелось бы обратить внимание на исследование МУНЕТ в этом аспекте, тем более с учетом того, что мы обсуждаем, это в том числе и олигопрогрессирование, отдельные очаги в головном именно мозге после первичного лечения меланомы. У нас есть данные исследования МУНЕТ, в котором на самом деле включались пациенты с метастазами в головном мозге после стереотоксической лучевой терапии. То есть такой подход последовательный, когда мы сначала проводим стереотоксическую лучевую терапию, потом у пациентов, если они применяли глюкокортикоиды, достаточно быстро и успешно можно снизить дозу глюкокортикоидов до минимально необходимой. И я хочу напомнить, что для иммунотерапии проблема в том, что низкая эффективность иммунотерапии связана с достаточно высокими дозами глюкокортикоидов, которые используются в противоотечной терапии. Это может быть достаточно долго. И как раз здесь стереотоксисы, хирургия, они могут дать нам возможность сделать то, что мы показали на исследовании МУНЕТ. И надо сказать, что в исследовании МУНЕТ для комбинированной иммунотерапии, после того, как мы полностью добились локального контроля над очагами, то есть в принципе мы можем рассматривать стереотоксис как полную цитаредукцию, и после этого мы проводим одевантную иммунотерапию и действительно достигаем очень высоких результатов, в первую очередь, на комбинированной иммунотерапии. Поэтому здесь у нас есть такие строгие доказательства того, что системная иммунотерапия, даже если мы можем контролировать полностью все очаги, то есть это один-два очага, такие пациенты бывают, это все возможно. Ну вот пример, я думаю, Иван Александрович представит тут. Довольно интересный клинический случай был. Пациент обратился к камню как нейрохирургу, пришел на консультивный прием. Одиночный очаг в правой теменной доле, фактически с минимальной симптоматикой, даже почти без какой-либо симптоматики, однократный был эпизод какой-то неловкости движений в руке, в левой, и, соответственно, в рамках обследования БУМРТ, где был выявлен одиночный очаг. Мы уже общались с пациентом, он, конечно, мало людей, которые хотят быть повернутым к хирургическому лечению, их действительно очень много, но обсуждали вопрос с этим, он был согласен с хирургическим лечением, однако со стороны пациента были организационные сложности, в общем, он не мог к нам к каким-то причинам приехать, и он был осмотрен нашим эпизодом, было рекомендовано ему, в том числе при невозможности лечения, и после хирургического лечения, контроля и лечения вот иммунотерапией комбинированной, и пациент, когда уже смог до нас доехать с контрольными снимками, субстрата для хирургии уже нет, пациент для нейрохирургов полностью утрачен, и химиотерапевты вызобрали абсолютно полностью себе, так что вопрос очень большой, на самом деле, насколько необходимы наши довольно агрессивные методы местами воздействия на данных пациентов, с учетом вот такой возможной эффективности от иммунотерапии. И мы медленно, наверное, переходим к следующему сценарию. Пациент с множественными разнокалиберными очингами в головном мозге, если у пациента с олигомистатическим поражением, где мы предполагаем возможную резекцию у всех имеющихся очагов в головном мозге, на этот вопрос мы уже немножко ответили. Дальше, соответственно, у нас есть вариант пациентов, у которых есть разного размера очаги. И в данном случае пациентка с довольно крупным кистозным метастазом, это, к слову, возможности лучевой терапии пациентов с кистозными образованиями, с выраженной неврологической синтезоматикой сапроксией, как вы видите, у пациента есть довольно выраженный отек, борозды толком не видны в правом полушарии, в отличие от левого, и желудочек компримированы. Есть два очага, большой кистозный метастаз и небольшой солидный метастаз, чуть выше в зоне, как раз отвечающие за движение в руке, в левой. Данной пациентке, было принято решение, что мы ей прооперируем, берем ей крупный метастаз, метастаз малого размера, мы в паренхинге головного мозга искать не будем, в связи с тем, что это может быть связано с рисками появления нового дефицита у пациента. В данном случае у пациентов, с учетом их метастатического процесса, срок автономности ограничен, срок их жизни может быть ограничен. И наша задача как раз максимально быстро привести их в функционально приемлемый вид для уже продолжения лечения. И на соседнем теме в виде свадьбе контрольного обследования через 6 месяцев, как вы видите, очаги были подвергнуты лучевой терапии, они стабильны, нет перифокального отека уже и расправился желудочек боковой, это видно. И поэтому, на мой взгляд, в данном случае, с точки зрения нейрохирурга, при такого формата пациентах нужно быстро решить вопрос с симптомным метастазом и передать пациенту на следующий этап лечения, поскольку, скажем так, поиск даже малых очков гонномозги может сулить довольно сложные последствия пациента. И передаю слово Михаилу Марковичу. Ну, не могу не согласиться, конечно, такой метастаз выраженный масс эффект, естественно, лучевой терапией мы бы вряд ли здесь добились какого-то быстрого решительного эффекта, и, скорее всего, этого пациента мы бы потеряли. Хотя, есть, конечно, опции, позволяющие лечить крупные метастазы. Прежде всего, это фракционированная стереотоксическая лучевая терапия или так называемая стажированная лучевая терапия, тоже, в общем-то, разновидность фракционирования, только она придумана как раз пользователям гамма-ножа, потому что у них нет возможности проводить фракционированное облучение, и они применяют такой подход. Вот они на крупный очаг подводят безопасную дозу, какую могут, ждут там до месяца от реализации эффекта, и потом оставшиеся подводят уже на регрессирующий очаг. Для мелодома это не очень хорошо работает, это лучше работает для более радиочувствительных опухолей, такие как немного кличный рак легкого, прежде всего, наиболее часто. для радиорезистентных опухолей можно получить после небольшой дозы прогрессирования, и второй этап этой старженной лучевой терапии не получить. Фракционированная лучевая терапия, она, я так понимаю, что мы все это дело обсуждаем, значит, возможно... Да, мы просто тут хотели задать вопрос, с чего начинать при разнокалиберных очагах, что важнее, быстро приходит к химиотерапевту пациент, мы знаем наши возможности, пациент, как правило, может прийти симптомный, требующий глюкокротикоидов, в неудовлетворительном общем состоянии неврологические дефициты нас обычно пугают сильно и снижают общее состояние ЭКОК, значительно его могут на каталке привести, это ЭКОК-3, какая-то иммунотерапия, какая-то таргетная терапия, а то и 4 лежачего принесут, но мы понимаем прекрасно, что вот сейчас, например, Валерий Александрович возьмет, все удалит и у нас будет счастье. Поэтому вопрос, чисто терапевтический, с чего начинать, нам сразу начинать или все-таки последовательно идти по приоритетам клинических проявлений очагов? Можно, наверное, отвечу на этот вопрос с учетом упоминания нейрохирургов, на мой взгляд, скажем так, проблема, когда у пациента есть симптомный метастаз головной мозги и сугубо онкологически превращается в нейрохирургическую и она подчиняется немножко другим законам. Мы не рассуждаем, какого пациента статус ЭКОК, он может быть как 4, так и единица и туда-сюда очень довольно быстро меняться, особенно на своем воздействии, как в одну сторону, так и в другую. Поэтому, на мой взгляд, если у пациента есть симптомный метастаз и классическая ситуация, когда пациента завозят на лежачей каталке, на прием абулаторный, пациент требует довольно скорого воздействия. Во-первых, назначение сразу стероидной терапии, кротик стероидной, особенно если оценить снимки, посмотреть, есть ли какая зона перифокального отека. Дальше, это вычленение с учетом локализации и топической диагностики неврологической понимания, какой метастаз является симптомом, но не имеет наибольшее значение. Кстати, не всегда самый крупный метастаз. Это может быть меньшего размера метастаз, большая зона отека или расположенная в более функционально значимой зоне. И дальше уже решение вопроса. Мы выбираем только симптомный метастаз или, допустим, если у нас они расположены, как у пациента, которого мы указывали ранее, с одной стороны два крупных метастаза, мы за одну хирургическую сессию можем сразу два метастаза убрать, тем самым облегчим дальнейшее воздействие лучевой терапии, уменьшаем тричерепной объем и создавая условия соответственно для ее проведения. Поэтому, на мой взгляд, у такого пациента имеет смысл как раз начинать с именно если это относительно крупный метастаз хирургического лечения. Но тут вопрос для дискуссии, наверное, вопрос к Михаилу Марковичу. Если это небольшой метастаз, к примеру, возьмем 15 мм, и размер очага, который формально не должен быть подвержен воздействию хирургическому с хорошей, довольно выраженной зоной перифокального отека, определяющейся симптоматику, располагающейся в центральных извильнах или в теменной доле вызывающей симптоматику вопроса. Нужно ли его оперировать или все-таки можно на фоне кортикостеронной терапии провести радиохирургическое лечение? Значит, конечно, метастазы до 2 см, до 2,5 см, они достаточно хорошо поддаются радиохирургическому лечению, потому что там подвести достаточно адекватную дозу. Но, безусловно, здесь надо быть готовым к тому, чтобы, если вдруг у нас возникнут какие-то ну, это уже нейрохирургические проблемы после этого облучения, чтобы нам пришли на помощь, если вдруг этот отек будет неконтролируемым. Хотя, конечно, в большинстве, в подавляющем большинстве случаев после проведения радиохирургии через там некоторое время этот отек сходит на нет и, в общем-то, эффект достигается. Значит, возможно, к сожалению, судорожные припадки у этих пациентов, что нередко у нас было, что они от нас через реанимацию выходят после стереотоксической лучевой терапии, но, в общем-то, они припадки купируются назначением соответствующей терапии, и, в общем, потом все равно ответ этих метастазов есть. Если это единичный метастаз в доступном для хирургии и для лучевой терапии мест, то, конечно, надо выбрать менее инвазивный метод. Это понятно. Если все-таки у нас много очагов, там 1-4 сантиметра, может быть, даже с кровоизлиянием, с каким-то элементом, из-за чего он стал симптомным, еще параллельно пяток очагов рядом, они маленькие, но тоже дополнительно есть отек. Понятно, что экстренный пациент попадает к нейрохирургам, а как быстро радиотерапевты после нейрохирургов могут взять и доделать облучение остальных очагов, и стоит ли нам сразу просить, чтобы пациент попал к нейрохирургам, или нам все-таки с лекарственного лечения начать и потом на фоне него добавлять радиотерапию? Что касается неидеальных пациентов, так скажем, которые жизненные, которые никогда, очень редко бывает, что нам один, ну, не редко, но далеко не всегда, что это у нас все укладывается прямо вот в лиге артист, то, что называется, как правило, все идет наперекосяк. Конечно, когда мы имеем один крупный метастаз, который тем более вызывает симптомы, вызывает масс-эффект, который только что удалили, и кроме него там есть еще, скажем, три-четыре, ну, или даже один метастаз в других частях головного мозга, который, ну, находится либо там в другой доле, в другом полушарии, в мозжечке, в общем, далеко от места хирургического вмешательства, и никто, естественно, две-три потенционные отверстия накладывать для этого не будет, особенно, если их больше, чем один еще. Поэтому, конечно, здесь нас ставит вопрос. Дело в том, что даже после нейрохирургической операции мы все равно должны облучить ложеопухоли, потому что вероятность развития рецидива там достигает 50% и более. И, конечно, после облучения это, вероятно, снижается. Хотя облучение ложеопухоли, опять-таки, никак не повлияет на выживаемость этих пациентов, но может повлиять на их качество жизни. Поэтому облучить ложеопухоли сразу, там, через неделю после операции мы не можем, потому что фактически оно еще не сформировано. У нас там все равно есть зона отека. Мы не видим фактически, что нам надо облучать. Облучить то, что было, не совсем правильно. А одновременно у нас есть метастазы в других частях головного мозга, которые, если мы будем ждать месяц, пока у нас пройдут все послеоперационные изменения, могут вырасти и, в общем, опять начнется все сначала. Поэтому было у нас несколько таких, ну, на самом деле, очень ограниченное количество таких пациентов, которым в ближайшие там сроки после нейрохирургического вмешательства, если они в хорошем статусе были и выходили уже на амбулаторное лечение, мы облучали метастазы более мелкие, которые были в других частях мозга, чтобы они не спрогрессировали за это время, и потом возвращались к облучению лужи опухоли через, ну, еще через две недели, так скажем, когда уже мы видели, что нам надо облучать, если там остаточная опухолевая ткань и размер этой кистозной полости уже более-менее определялся окончательно. Вот. Значит, как это совместить с лекарственной терапией? Вопрос сложный. Мне кажется, что мы вполне можем, если говорить об иммунотерапии, то вполне можно назначить ее одновременно с облучением этих более-менее этих пациентов. Эти пациенты успевают уйти с люкокортикоидов до начала лечевой терапии? Ну, вот здесь зависит, как правило, да. Значит, если мы облучаем маленькие очаги в головном мозге, совсем не обязательно назначать люкокортикоиды. Конечно, всегда хочется спокойнее гораздо, когда мы их назначаем, но если у нас встает вопрос об эффективности и того, что мы не назначаем пациентам, особенно если у них еще есть и экстракраниальные очаги, которые тоже требуют контроля, то, в принципе, если это небольшое, там, скажем, два-три метастаза небольших, и мы их облучили стереотоксическим методом, можно попробовать им люкокортикоиды вообще не давать, ограничиться мочегонными и тщательным наблюдением и дать иммунотерапию. У меня вопрос еще к Ивану Александровичу. Иван Александрович, а насколько лекарственное лечение увеличивает риски послеоперационных осложнений? Ну, вот если мы назначим, грубо говоря, у нас хирурги иногда очень верят в лекарственную терапию, иногда, выходя из операционной, на консультацию химиотерапии в то обращаются, есть такие герои, да, вот как быстро мы можем начинать и повлияет ли таргетная, например, терапия, назначенная быстро, потому что нам не важно, нам не надо дожидаться снижения дозы люкокортикоидов, мы знаем, что у нас немедленный эффект ожидается на другие очаги, да, можем ли мы, грубо говоря, через 5 дней после операции спокойно назначать таргетную терапию или она как-то повлияет на риски осложнения? Тут, на самом деле, вопрос будет именно в том, как прошу самохирургическое вмешательство. Если у нас в процессе вмешательства нет никаких проблем интероперационных, то есть у нас ушито твердая мозговая оболочка, у нас нет рисков раннего ликвара, и у нас нет особых проблем у пациента, предшествующих с каким-то заживлением его рудцов, то есть каких-то известных проблем с конкретно пациентом, то, на мой взгляд, 5 дней рано, но на седьмой день возможность назначить по большому счету любой вариант лекарственной терапии, включая химиотерапию, на самом деле, довольно агрессивную, которая известно, что влияет на заживление тканей. Я не вижу проблем в этом. У нас есть хирургические технологии, которые позволяют нам пациента отпустить довольно рано. То есть, ну, это фаст-трек в головном мозге, на мой взгляд, это очень громко сказано, но возможность, скажем так, ускорить выписку пациента относительно его некого стандартного пребывания, как правило, раны на голове, особенно хирургические, сопоставленные адекватно, заживают очень быстро. И я не вижу больших проблем в том, чтобы на седьмой день пациенту именно уже назначить лечение. То есть, суммирно получается, что нам надо постараться ликвидировать самый симптомный очаг, возможно, назначить системную лекарственную терапию, потом добавлять лечевую терапию в процессе на все оставшиеся очаги. Это будет, наверное, оптимальным таким. Тут другой вопрос, будет ли вам нравится функциональный статус пациента. Михаил Марыч, а что по исследованиям получается? Ну, таких исследований, к сожалению, мне не встретилось. Значит, если говорить о послеоперационном облучении при меланоме, то это, безусловно, стереотоксическое облучение ложа. Если у нас эта ложа выходит за наши, или размер очага выходит за те размеры, которые мы можем облучить однократно, мы должны применить стереотоксическую радиотерапию. Здесь тоже, к сожалению, наши возможности не безграничны. Мы можем за счет этого увеличивать суммарную дозу, но вот как видим, что до определенных пределов. Скажем, если мы проводим 24 игры за три фракции, то мы получаем ну такой средний эффект практически при отсутствии осложнений. Если мы повышаем дозу, мы получаем уже хороший опухолевый противоопухолевый эффект, но с каким-то все-таки существенным количеством радионекрозов, а если мы идем дальше, то эффективность лечения не возрастает, она растает только количество осложнений. Поэтому здесь, конечно, перестараться с интенсивностью лечения тоже не надо. К сожалению, эффективность радиохирургической и стереотоксической лучевой терапии при меланоме в среднем меньше, чем при других опухолях. здесь мы видим, что медиана выживаемости порядка 7-7,5 месяцев, до 10 она может доходить. Но при таких опухолях, как остальные, это прежде всего не мелкоотличный рак легкого и метастатический рак молочной железы. Там, конечно, эффективность выше. Поэтому, конечно, мы в самостоятельном режиме с точки зрения лучевой терапии в некоторый потолок упираемся и шагнуть дальше без помощи системной терапии мы не можем. И вот здесь мы видим, здесь, ну, просто для иллюстрации, огромное количество самой разной комбинации, какие были возможны сочетания различных методов консервативного лечения, здесь без нейрохирургии. Если мы видим, что иммунотерапия с радиохирургическим облучением, таргетная терапия в сочетании с тоже радиотерапии, прежде всего, радиохирургии и комбинированная таргетная иммунотерапия, это вот три метода, которые дают наилучшую выживаемость у этих пациентов, поэтому именно ими мы должны, видимо, пытаться пользоваться. Значит, если говорить о сравнении эффекта от комбинированной терапии радиохирургии с иммунотерапией, то, конечно, мы видим, что по сравнению с одной только радиотерапией явно практически все исследования у НИСОН говорят, что эффективность возрастает. Если говорить о том, нельзя ли отказаться от лучевой терапии в пользу лекарственного лечения, тоже практически все исследования у НИСОН показывают, что все-таки комбинированное добавление лучевой терапии радиохирургической, естественно, прежде всего, оно к иммунотерапии тоже дает эффект лучше, чем одна только иммунотерапия, несмотря на вот тот замечательный слайд, который показывает, что, к сожалению, один случай не случай, но всегда приятно. Но, к сожалению, за это мы платим риском роста радионекрозов, хотя и относительно небольшим. В отличие от, скажем, комбинации с таргетной терапией, вот здесь все гораздо серьезнее. видим, что при комбинированной таргетной терапии в сочетании с радиохирургией, мы видим, что, к сожалению, это все не рандомизированные исследования, но мы видим, что, несмотря на очень неплохую однолетнюю выживаемость, 64%, однолетняя выживаемость, приметастазы в головной мозг, но за это мы платим практически 30% радионекрозов, причем не простых, это не то, что мы увидели на МРТ, а симптомных радионекрозов, которые могут потребовать вмешательства Ивана Александровича, ну или как минимум назначение стероидной терапии в больших дозах, что тоже неизвестно, как скажется, на эффективности терапии. Если говорить об иммунотерапии, то, что мы уже обсуждали немножечко, когда лучше, лучше, конечно, одновременное иммунотерапие, вот верхний вот этот вот кусочек, пока это одновременное и неодновременное назначение иммунотерапии с стереотоксическим облучением. Конечно, при одновременном назначении лучше эффект, но если говорить о неодновременном назначении, то тогда уж лучше назначать лучевую терапию до иммунотерапии и потом быстро подключать иммунотерапию, потому что комбинация с назначением иммунотерапии, а потом лучевой терапии, она давала наиболее, Это наихудший эффект. Хотя, опять-таки, это не рандомизированные исследования, и стопроцентным доказательством его считать нельзя. Но тенденция вот такая. И все-таки, учитывая, что токсичность нарастает при иммунотерапии, сочетании с лучевой терапией не очень сильно, лучше, наверное, все-таки назначать одновременно. Но здесь для иллюстрации я покажу, что все-таки, несмотря на все успехи лекарственного лечения, все-таки локальные методы воздействия вносят свой существенный вклад в выживаемость пациентов при метастазе головной мозга. Это касается и радиотерапии стереотоксической, и нейрохирургических, конечно, вмешательств, которые, надо сказать, что здесь были все дополнены облучением лужи опухоли, поэтому здесь эффект от обоих методов. И, к сожалению, если вы посмотрите конвенциальную лучевую терапию, что это такое, это облучение всего объема головного мозга, оно ничего не добавляло к прогнозу этих пациентов. Значит, ну и вот этот слайд мне очень нравится, тоже это просто наблюдение одноцентровое исследование, правда, рандомизированное. Значит, здесь мы видим, что у нас было у пациентов, которые лечились всеми доступными опциями, и пациенты, которые лечились только каким-то одним методом. Мы видим, что, конечно, выживаемость отличается как минимум в три раза, поэтому, конечно, эта проблема мультидисциплинарная, и здесь нужно участие максимального количества специалистов. Я хочу поддержать тоже идею. Интересный анализ был, взаимосвязь иммунотерапии, стереотоксической лучевой терапии. Правые столбики – это там, где иммунотерапии не было, соответственно, пять периодов полуведения или один период полуведения до или после лучевой терапии оказалось, что нам надо максимально приблизить иммунотерапию к лучевой терапии. Посмотрите, практически в два раза выше частота полных объективных ответов. То есть, в принципе, нам надо постараться после эффективной лучевой терапии быстро, если мы планируем проводение иммунотерапии, то лучше постараться максимально приблизить именно к лучевой терапии. И, конечно, хотелось бы напомнить, что для иммунотерапии наличие очагов в головном мозге – это принципиально негативный фактор прогноза, который гораздо более значим, чем для таргетной терапии. Если с таргетной терапией мы до какой-то степени можем преодолеть, то для иммунотерапии нам нужны дополнительные локальные воздействия, потому что просто иммунотерапия – это практически в два раза выше риск прогрессирования процесса. И в этом плане нам, конечно, помогает тройная комбинация. Сегодня уже много говорили про это исследование, я не буду останавливаться. Это исследование Трикотел, в котором в одну из групп включались пациенты с симптомными очагами и с тройной терапией, где на первом месяце была просто таргетная терапия, а потом добавлялась иммунотерапия. Посмотрите по частоте объективного ответа. Очень высокая частота объективного ответа с одной стороны. Я подчеркиваю, что для симптомных пациентов тройная комбинация давала большую частоту объективного ответа. То есть это быстро прогрессирующая опухоль, это какое-то агрессивное течение, где как раз сам фактор агрессивного чтения селектирует нам пациентов на это исследование. И очень большая медиана выживаемости для симптоматических пациентов. Мы же знаем, что она маленькая. И что самое главное, что дала такая комбинация? У нас пациенты отказывались от глюкокортикоидов за этот первый месяц лечения. Они из симптомных переходили в бессимптомные. Иммунотерапия у них лучше срабатывала после этого. Посмотрите интракраниальная выживаемость. Симптомные пациенты даже лучше, чем в средней когорте. У них оказались по медианной выживаемости 7,2 месяца, 57% переживают полгода без прогрессирования процесса. Если мы берем просто таргетную терапию или комбинированную иммунотерапию, то тут вообще намного хуже показатели 5,5 месяцев, 1,2 месяца для иммунотерапии. По общей выживаемости тоже мы видим достаточно высокие цифры общей выживаемости 16,6 месяцев для симптомных очагов. Если взять в целом таблицу, что у нас есть с точки зрения лекарственного лечения и почему мы должны стремиться к комбинированному лечению. Во все протоколы включались пациенты, где какой-то контроль все-таки получен, в том числе и с использованием локальных методов лечения. Если мы посмотрим в виде, оно времени до прогрессирования, то, конечно, комбинация таргетной терапии и иммунотерапии. Вот исследование Трикотель, похожие результаты энкорфини, бенеметини, плюс-минус лучевая терапия. Таргетная терапия в начале имеет ключевое значение и очень высокие показатели 6-7 месячной выживаемости. Там, где используются комбинации таргетной терапии и иммунотерапии, посмотрите, тоже соседние исследования и Трикотель, и пилиумаб-неволюмаб. Сопоставимые результаты абсолютно получаются. Нужно комбинировать. При этом Трикотель – самое массовое исследование. Ну и вот другая модель, передаю слово опять Ивану Александровичу. Последняя модель, которую мы хотели вам представить, это прогрессирование на фоне современной системной терапии. Этот пациент, который был недавно пролечен у нас, уделение пациента на фоне иммунотерапии, очаги в головном мозге и рост этого очага одного фактически на фоне иммунотерапии. Там были также еще три очага в других зонах головного мозга. Все они очаги были подвергнуты стереотоксической лучевой терапии, и на фоне этой стереотоксической лучевой терапии и получаемой пациентом иммунотерапии у нас фактически прогрессирование в виде увеличения размера очага. Это не было кровоизлияние в метастаз, этот пациент был оперирован, то есть это фактически истинный рост очага. Пациент был прооперирован, это не самые красивые контрольные снимки, но все же, как вы видите, внутричерепные соотношения сильно изменились. В столовой голове гораздо легче, и пациент прошла его моторная фазия довольно грубо выраженная, которой пациент не может не писать сообщения в WhatsApp. И, на мой взгляд, в данном случае это, конечно, вариант выбора, это сугубо нейрохирургические показания. Однако есть и вот такие пациенты, которые прогрессируют на фоне лечения, где есть множественное эстетическое поражение, и тут большой вопрос, на самом деле, необходимости локального контроля нейрохирургического. Однако вот конкретно у этого пациента, у него был в том числе пролечен после нашего, мы приняли решение, что в рамках внутренней декомпрессии мы уберем его симптомный очаг большой. Пациенту дальше была проведена смена лекарственной терапии, насколько мне известно, он уже, к сожалению, уехал от нас, довольно эффективно, он себя чувствует вполне себе неплохо, очаги частично регрессировали. И тут вопрос, на самом деле, в том числе, который нам задают наши слушатели из города Воронеж, вопрос в фоне прогрессирования необходимости назначения стероидной терапии на фоне иммунотерапии. И наши слушатели просят на этот вопрос ответить Алексея Викторовича, поэтому ему и слово. На тему того, в какой дозировке вы бы назначили противотечную и гулько-кортикстероидную терапию на фоне иммунотерапии при прогрессировании, очевидно, это противоречие есть. — Тут больших противоречий нет, в принципе, если нам нужна противотечная терапия, мы ее назначаем столько, сколько нам нужна, поскольку она нужна. У нас будет вопрос, менять или не менять лекарственное лечение, но, опять-таки, хорошо, когда у нас есть на что поменять, но у нас ведь бывают ситуации, когда, в общем-то, и менять особо не на что. Поэтому тут все-таки с точки зрения химиотерапевтов, если речь идет о главном мозге, если есть возможность локального контроля, мы можем увеличить эффективность даже того лечения, которое сейчас идет, потому что это может быть один-единственный клон, один-единственный очаг, который растет. И тогда локальный контроль нам даст еще дополнительное время, в том числе и для реализации эффекта. — Михаил Маркович. — Чуть-чуть коротко отвечу на этот вопрос. Наши слушатели спрашивают, кто назначает стероидную и антиэпилептическую терапию. У Диалия это, конечно, врач-неерохирург или невролог, потому что вопросы подбора препарата – это не всегда очевидный ответ на этот есть. — Да, надо сказать, что противоэпилептическая терапия – это параллельная история, которая может обладать положительным противоопухолевым эффектом при назначении, потому что они сами низкоэффективны, но все-таки ингибиторы некоторых сигнальных путей, которые нам полезны. — Ну и если мы заговорили о прогрессирующих пациентов после уже лечения, здесь надо два слова сказать о повторной стереотоксической лучевой терапии. Если это другие очаги, то тут, в общем-то, все так же, как и с первичными очагами. Есть ли это очаги в том же месте, где было первичное облучение? Значит, ну, опять-таки, все исследования ретроспективные, рандомизированных нет, но то, что люди пишут, эффективность повторного облучения примерно такая же, как эффективность того, которое было в начале, значит, по выживаемости. То есть, если это было где-то там порядка 7 месяцев, то она такая и будет. Значит, но возникает повышенный риск радионекрозы. Если при первичном лечении радиохирургическом вероятность радионекроза примерно в пределах 5%, то здесь мы уже видим, в три раза возрастает риск радионекроза симптомного. При этом, конечно, это серьезная проблема. И чем больше опухоль, которую у нас рецидивная, мы должны облучить, чем выше мы туда дозу подведем, и чем сильнее перекрывается зона облучения, которая была первый раз по сравнению со вторым, тем будет у нас выше частота радионекроза. Поэтому 15% это, конечно, много, но если других никаких опций у нас нет, то на этот риск приходится идти. Если они есть, тогда о них надо подумать. — Да, я вижу. — Говоря о возможности продолжения терапии, мы знаем, что для таргетной терапии продолжение лечения после прогрессирования процесса тоже обладает преимущественной по выживаемости, поэтому не надо спешить с отменной терапии. Все-таки в два раза дольше пациенты живут при продолжении таргетной терапии. Пациенты намного дольше живут тоже, если мы проводим лечение после прогрессирования. Есть два очень крупных анализа одной, один АВД и другой из реальной клинической практики. Примерно одинаковая частота достижения частичных регрессов дополнительно при первом прогрессировании процесса. Посмотрите, это примерно 15% пациентов. Это достаточно большая когорта пациентов. И, переходя к заключению, хотелось бы, конечно, сказать, что больные с метастатическим поражением головного мозга — это очень тяжелая группа, которая требует исключительно коллегиального, комплексного подхода и неформального выполнения нашего порядка оказания медицинской помощи, где онкологический консилиум должен быть реальным с участием трех специалистов как минимум. Спасибо за внимание. Коллеги, будут ли у кого-то вопросы? Да, пожалуйста. Мы просто на некоторые вопросы уже в процессе доклада ответили. Глубоко уважаемые члены мультисциплинарной команды, огромное спасибо. На такой практический вопрос. Отсутствие экстракраниального прогрессирования, отсутствие появления новых очагов, но мы видим наличие роста очагов на фоне иммунотерапии в ранее облученных очагах. Критерии радионекроза и, собственно, методы диагностики его. Ну, критерии радионекроза, они, к сожалению, очень расплывчатые. Здесь надо разлучать симптоматический радионекроз, когда он вызывает симптомы, и радионекроз только по… Есть когнитивные нарушения у пациента. Когнитивные нарушения у пациента могут быть и без радионекроза. Это как бы не является… Раньше не было. Это просто зависит от локализации в какой-то функциональной зоне, если она есть. Значит, к сожалению, единственные методы, которые нам помогают отличить радионекроз от истинной прогрессии, это методы позитронной эмиссионной томографии либо с аминокислотами, либо с метионином, либо с террозином. Террозин в последнее время считается более прогрессивным методом. Значит, кроме этого, надо очень тщательно сопоставлять план облучения и то место, в котором мы видим эти рентгенологические изменения. Потому что если они совершенно чётко повторяют, я такое видел, ход из-за дозных кривых, то, конечно, здесь надо подумать о том, действительно ли это не радионекроз. Если это какой-то очаг, который выходит за зону облучения, то, скорее всего, это истинное прогрессирование. Но это такой метод кустарный, так скажем. Какая-то есть классическая, какие-то признаки рентгенологической картины, которые могли бы нас… К сожалению, признаки прогрессирования и радионекроза при МРТ-исследовании, они не позволяют лечить одно и другое. Значит, пытаются это делать с помощью МРП-перфузии, с помощью КТ-перфузии. Значит, достаточно сложно. Значит, только всё-таки функциональные методы в виде… Ну, МРП-перфузия тоже функциональный метод. Но прежде всего ПЭТ-КТ, ну, метионин более доступен, тирозин, если есть возможность. И есть специалисты, которые его могут правильно интерпретировать. Ну, и какое-то может помочь ещё некоторое наблюдение динамики. Потому что есть пациенты, которые мы не решались начать облучать, и они приходили через три месяца, скажем, было облучено четыре очага, два якобы росли, давайте облучим, нет, подождём, уходим. Те два уменьшились, и появились такие же изменения в двух других очагах, которые были просто облучены в несколько меньшей дозе, потому что они были чуть крупнее. Поэтому здесь, ну, там пациентке повезло, это был радионекроз. Ну, и козный клинический признак – это реакция на стероиды. На самом деле, радионекроз гораздо лучше реагирует на стероиды, чем вести на прогрессирование опухоли. Спасибо. Ещё вопросы? Спасибо. Тогда у нас сейчас небольшой перерыв. 10 минут. То есть мы собираемся в 35 минут первого.